Всем привет, это Павел Белинский и с вами Бегущий Человек. 300 фильмов в год должны выпускать в России, чтобы компенсировать уход заповедных компаний. Об этом сообщили министр культуры РФ Ольга Любимова. При этом 60 фильмов из 300 должны быть крупными релизами, на которые россияне пойдут в кино. В чем проблема-то? Таких, скажем так, продажных граждан и, прости господи, женщин легкого поведения, типа Козловского и Бортич, хватит как минимум на 500 картин в год. Причем, в чем проблема-то? Может быть в японских камерах? Да нет. Может в немецком стекле? Да тоже нет. Может в тайванских флешках? Да ну фигня какая-то. Справятся. Точно справятся. В кабинете у главы Росавиации Александра Нерадько произошли обыски. Об этом сообщают в СМИ. Одна из причин визита силовиков в дело о взятке, сообщает издание. По предварительной информации, в ее получении подозревает замначальник управления цифровой трансформацией обеспечения Росавиации Татьяну Кочарову. 27-летняя Кочарова несколько месяцев назад вступила в должность. Сейчас оперативники. Работает с ее заместителем. Семьи мобилизованных получат бесплатную квоту на лечение бесплодия и заморозку сперматозоидов. Министерство здравоохранения России определило возможность финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета по бесплатной консервации, хранению половых клеток сперматозоидов для граждан, мобилизованных для участия в СВО. На 22-24 годы сообщил президент общественной организации «Союз адвокатов России» Игорь Трунов. Квоты, которые они заслужили. Ни протезы, ни пожизненную страховку. Дали бы просто пачку гречки, да и фиг с ним, и так были бы довольны. Apple отказалась адаптировать iPhone 14 под российские сети связи. Российские операторы не смогли договориться с Apple о поддержке функции передачи голоса по сети LTE, то есть Voice LTE, и при звонках по Wi-Fi, Voice Wi-Fi. Для телефонов линейки iPhone 14 на звонки через LTE в крупных городах России приходится более 60% голосового трафика. На iPhone 14 недоступна высококачественная передача голоса, а раздача интернета с телефона требует ручной настройки, пишет коммерсант со ссылкой на операторов и пользователей. Все, параллельный импорт серых iPhone'ов вернулся в состоянии первых iPhone'ов, когда работала исключительно в Америке. В Турции россиянам перестали давать ВНЖ, об этом сообщают СМИ. Начиная с 26 декабря, россияне, которые решили пройти процедуру получения вида на жительство в Турции, столкнулись с отменой визитов к чиновникам или непосредственно получают отказ в выдаче документов. Сначала, с 26 декабря, внезапно ужесточили правила, потребовали предоставлять для заявки на ВНЖ подтверждение удаленной работы, и причем люди узнали об этом уже задним числом. Потом стала появляться информация об отказах в ВНЖ. А сегодня мне отменили рандеву, на котором должен был подавать документы, рассказывает россиянин из Фетхи. Другой россиянин, снявший квартиру в Измире на год, говорит, что ему с женой отказали в выдаче ВНЖ с формулировкой «неясность намерений пребывания в стране». На отказы в получении ВНЖ начали жаловаться граждане Украины, но им разрешено находиться в стране без оформления документов до завершения военных действий. Источник СМИ в турецкой дипломатической миссии в Москве рассказывает, что отказы связаны с изменением требований к заявителям и списку предоставляемых документов. По его мнению, «ясность должна наступить в ближайшие дни». Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика. До свидания. До свидания. Продолжение следует...